Решение коммунальной проблемы оказалось радикальным. Власти Ангарска собираются самостоятельно заниматься программой капитального ремонта. Что стало почвой для такого поворота событий и есть ли подобные примеры в Иркутской области, узнаете прямо сейчас. Заседание в Ангарске посвященное капремонту. Рок-н-ролльное настроение официальному мероприятию задают жалобы жителей города. Людей волнуют завышенные сметы на запланированные работы. Да и само качество этих работ. Сотни претензий к подрядчикам не уместятся даже в формат большого концерта. Есть организации, с которыми это просто происходит какой-то кошмар. Когда мы выходим на дома, обнаруживаем срезанные трубы горячего холодного водоснабжения. Перед началом отопительного сезона, извините, у нас был случай, когда вся система теплоснабжения была срезана. Это незабываемый 86-й квартал. Вздрагивали все с управляющими организациями вместе. Просто перепутали трубы. Есть, чем платить, но я не хочу. Главный рефрен заседания. Ведь вопросы вызывает даже график проведения ремонта. Так, порой первыми в очереди на преображение оказываются не нуждающиеся в этом здании, а совершенно иные. К тому же в любой момент может выясниться, что сроки проведения работ перенесены. И не на год другой, а на десяток лет. Начиная целые месяцы, в февраль месяце, в зеленый печаль. Идет документация, проектная документация по вашему новому. В феврале месяце была поставлена известность, что, в разуме, я телефон перенесел, 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 перенесел в нашем доме на 2038 год. Так собираются поступить в ангарские решения властей взять капремонт в свои руки. Для этого существует даже специальная роль технического заказчика. Это будто вокалист, гитарист, басист и барабанщик в одном лице. Отныне муниципалитет будет устанавливать график проведения работы, от очередности начнут самостоятельно выбирать подрядчиков. Такая схема уже работает в регионе, например, в Байкальске. Но о гармоничности ее звучания пока рано говорить. Пока мы заключили соглашение с фондом капитального строительства о том, что мы будем являться контролерами и техническими заказчиками. Сейчас ведется работа с жителями тех домов, которые попадают под капремонт. Проводятся общие собрания. Как раз включены жители, привлечены к составлению дефектных ведомостей. После чего будет подготовлен локальный сметный расчет. И, соответственно, потом будем выходить на конкурс согласно 44-го закона. Но в Ангарске решили пойти еще дальше. Все взносы на капремонт в городе нефтехимиков предложили аккумулировать исключительно в муниципалитете, а не отправлять в общий котел. С предложением начать такой пилотный проект власти Ангарска планируют обратиться к правительству региона в ближайшее время. И в случае одобрения этот пример вполне может стать хитом. Ведь очевидно, что песня капремонта уже давно звучит только в минорных тонах. А очень хочется эту тенденцию изменить. Павел Жолдев, новости по будням. Павел Жолдев, новости по будням.